Вообще, я вам скажу свою точку зрения. Мир стал деградировать с точки зрения разума, когда попал под торгашей. Вот в этот пиар, всё это разводилово устроили... Я не говорю, что торгашей не должны быть, но они должны следовать законам творческого человека. Они не хотят, поэтому когда Советский Союз рухнул, что первое снесли? Памятник рабочему колхознице. Потому что это люди творческие. Что такое рабочие? Это чудное слово. Ра-свет-бо-бог. А что такое крестьянин? Крест, янь, инь. Это святые профессии. Снесли? Поставьте современный памятник на этом месте. Банкируй торговки. Пускай он стоит с векселем или с ваучером, а она с клетчатой сумкой из Турции. Нормальный памятник будет. Причём у этого памятника был сакральный смысл. Серп и молот. Имеет тайный смысл. Серп, помимо того первого смысла, который мы все знаем, Серп ещё являлся символом мусульманского полумесяца. А молот христианского креста. Поэтому, когда эти два знака вместе, вражды между великими конфессиями не было. Стоило снять этот герб. И тут же случился карабах. Ну, молодёжь вообще не знает, о чём я говорю. Серп и молот. Они думают, что это вообще тайный знак наркоманов. Это коси и забивай. И мир попал под торгашей. Идеалы торговцев стали для... Вот все подчинились идеалам торгашей. Врачи. Даже врачи. Ощущение, что многие клятву Гиппократа не давали никогда. Кстати, хотят расширить клятву Гиппократа сейчас, чтобы не нарушали её. В больницах теперь больных нет. Клиенты. Причём за такие деньги, которые эти клиенты платят, врачи у них такие болезни находят, которых нет даже в медицинской энциклопедии. Мастит левой пятки, грыжу среднего уха, воспаление верхнего века третьего глаза. Ой, одной клиентке врач написал, прикололся, видимо, написал одной бизнес-леде в истории болезни, межбёдренная зависимость. Из врачей самые разведуны – это стоматологи. Вот эти. Ратознавцы. Вот эти. Как в одной поликлинике стоматологически было написано, кто вырвет у нас два зуба, третий бесплатно. Бо! Один мой знакомый приехал из Израиля в Москву и пошёл к стоматологу в дорогих часах. Я ему говорил, купи дешёвые часы, возьми у бомжа костюм у какого-нибудь. Нет. Пошёл в прикиде. Врач как увидел, говорит, я вам в рот поставлю такое. Вообще, что ни у кого во рту не стоит вообще. Даже не Мерседес, это Бентли будет. И действительно по цене Бентли. Но что это было? Зубы на присосках сигнализации. Но это ещё что? Этот разведун ещё втюхать сумел ему. Три банки элитного порошка для чистки зубов, несколько литров раствора для промывания зубов после чистки порошком, промывочную машину, которая будет промывать этим раствором, мазь от аллергии, которая выступает на теле после применения раствора, крем от покраснения после мази от аллергии, и лосьон от посинения после крема от покраснения. Страховку на случай, если кто-то зубы угонит всё-таки. И талон к психиатру, если страховку не дадут всё-таки. Но действительно священники многие те стали попами. Монастырь. Вход в монастырь. Киоск. Называется. Как же это было обидно видеть. Называется икон-шоп. Там написано, имеется в продаже плащаница спасителя. Торопитесь, осталось три штуки. Освещают за бабки всё сегодня. Джакузи освещают. Я не знаю, где молитвы берут для джакузи. Из какой старины выкапывают. Плазменные панели освещают. Да, греховные. А кто осветит на больше, чем на какую-то сумму. Там, я не знаю, комплимент от владыки. Караоке с молитвами. И молитвы старые приспосабливают под крутые вещи. Для BMW, оказалось, годится молитва для освещения полноприводной колесницы. Для Мерседеса та молитва, которая для Мерина подходит. Ко мне заходит в вагон поп. Я выезжаю из Киева в Россию. Это не поп, это попяра. У него ряса, как парус от финсервинга. Вот такой вот. И он пытается меня развести. А я смотрю, у него вот тут вот на пальцах татуировка. Вот тут вот. Ну, кто в теме, знает, что это означает. В теме. И хоть кто-то. Приличный зал. Совсем немного людей в теме. И я ему говорю, батюшка, это чё у тебя такое? Мгновенно ответил. Все апостолы, сын мой сидели. То есть, позорят православную веру. Вообще во все религии прорвался в пиар. И в восточные. На Рублевском шоссе, там богатенькие живут. Они нашим попам уже не доверяют. Попы их не устраивают. Там теперь ламы агитируют. Вообще, в мире, чтобы вы знали, шутка ли, в мире один Дайлай-лама. Один. На Рублевском шоссе 14. Это не важно, что это учителя физкультуры из Бурятии. Это не имеет значения. Богатые обворовывают бедных, бедные разводят богатых. Сегодня такая гармония наступила, наконец, о которой Ленин мечтал. Межклассовая. Я понимаю, почему заманухи на эти лам, заманухи лам, клюнули богатенькие. Да потому что по пэт стали. Нашим олигархам обещают за их бабки обустроить загробную жизнь. А ламы следующую жизнь, причем с этими же бабками. Но надо за перевод заплатить ламе, он договорится. Нанотехнологии остроили. Ой. Да, осветляет ауру, собирают остатки нимба из осколков. Мне так нравится. Предсказывают прошлое. Вот это мне нравится. Всем рассказывают одно и то же. Александр Македонский, Юлий Цезарь. Ну не скажешь, что была лошадью Пржевальского в прошлой жизни. Но как они разводят западных людей, у тех же образования нет. Одному Америкосу, такой вот мудрец на Тибете, я его видел. Он говорит, что ему 650 лет. Вряд, 380, не больше. Он Америкосу сказал, что тот был в прошлой жизни Шерлоком Холмсом. Нормально? Это все равно, что русскому сказать, что он был в прошлой жизни Евгением Онегином. Но тот поверил, спросил, какие отношения с Ватсоном были. Правда, это все, что о нас говорят. Ой, одному Америкосу вот такой же мудряк, мудрец, мудрец вдул, вдул бейсбольную биту, которой играл Будда. Но надо отдать должное нашим попам. Не сдаются. Вообще, это ж как надо было деградировать человечеству, чтоб без феншуя не сообразить, что кондиционер нельзя вешать над унитазом. Нет, только бабки заплатил, он тебе сказал, тогда поверил. Сам не мог до этого дойти. Попы не сдаются, тоже осваивают нанотехнологию. Да, нанотехнологии осваивают. Интернет освещают. Ой, как мне это нравится. Антиспамовая молитва. Досветится имя твое и расширение твое. Неисповедимы пути господни с диска А на диск С. Такие провайдеры Слова Божьего. Специальные деньги. Святого назначили. Исидора, покровителя компьютера, мониторов и мышек. В храмах рассказывают, какие звезды к ним ходят молиться. Ой, когда мне батюшка сказал, к нам Таня Буланова ходит. И вы знаете, она так изменилась. Недавно Таня Буланова на сцене замироточила. Одна звезда решила перед шоу креститься. Приехал батюшка с купелью за кулисы. Нормально. Купель для поп-звезды со стразами. Крестил ее. Она на сцену. Он ей говорит, с Богом. Она говорит, к черту батюшка.